Медведи проснулись. Жители Кировска и Апатитов сообщают в редакцию о свидетельствах появления хозяина леса. Антон, рассказов подробнее. Первым сигналом стало видео с медведем в районе Анов-3 на съемке хищник. На расстоянии пары сотен метров мечется то вправо, то влево, то идет, то побежит. Наверное, он в шоке от таких огромных сугробов. Ведь в том районе, где он пройдет, они достигали 3-4 метров. А этот снимок сделал кировчанин Борис Вахмистров. Как написал фотограф, весны на улице все нет, а медведи, говорят, проснулись. Поехал, проверил. Теперь в лес без фальшвейера и шумовой гранаты не ногой. А вот еще пара фотографий из социальных сетей туристов, катающихся на снегоходах по Хибинам. А следующий случай произошел уже в Апатитах. Недавно в редакцию позвонил Апатитчанин Владимир Шостаков и рассказал, что, катаясь на лыжных трассах за атлетом, он наткнулся на следы Косолапова. Прямо под линией электропередач. Это была 5-километровая трасса лыжная, правая, которая за атлетом. То есть вот эти вот, по которым спортсмены бегают, не в сторону маяка там. Трасса там две их, одна в верхней, другая нижняя, вот справа. И прямо вот по высоковольтке вниз шли следы медведя. На лыжную, по ней прошелся и ушел в лес дальше, да. Как отмечают в Министерстве природных ресурсов и экологии Мурманской области, на сегодняшний день численность бурого медведя в регионе составляет более 800 особей. И то, что они просыпаются – естественный процесс. Ну, они сейчас будут очень много передвигаться в поисках пищи. Понимаете, дело в том, что основная масса питается вот сейчас весной. Это им нужна и биологическая пища. Вот это наши животные, которые у нас есть на территории Мурманской области. Это олени, лоси. Это, естественно, растительная пища. То есть они сейчас будут искать те почки, которые оголяются, где остались ягоды, корешки. Кроме этого, в поисках пищи медведи могут выходить к жилищу человека, а также к контейнерам с бытовыми отходами и несанкционированными свалками в лесных массивах. В случае обнаружения следов нахождения медведя сообщайте по телефону 02. И помните, при встрече… Вот основное это – не бежать. Надо показать, что вы больше. Можно закричать. Вот, как правило, медведю, тому же, ему тоже не очень приятна встреча с человеком. Он, человека, боится. А это видео 2015 года. Здесь хозяин леса вышел в город погулять по Апатийскому академгородку и проверить урны на наличие обеда. Апатийскому академгородку и проверить урны на наличие обеда 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 на наличие обеда. Продолжение следует...